Добрый день, ребята! Представляю вашему вниманию перевод решения заданий ЙОС Университета Харан. Итак, приступаю к переводу. Добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал ЙОС ГНС. Сегодня для вас видеоразбор заданий Университета Харан. Данный университет не выкладывает в те задания свободный доступ, поэтому мы решим те задания, которые у нас есть на руках. Итак, 15-е задание. Здесь бесконечная, элистичная, периодическая дробь. Берем число, игнорируя запятую, вычитаем число из цифр до периода, делим на 9, и это равно х. То есть 16 девятых равно х. Подставим вместо х, сложим 16 девятых и 1, это будет 25 девятых под корнем. Извлекаем, будет 5 третьих. В ответах нет такого варианта. Есть дроби со знаменателем 9. Если я приведу 5 третьих к знаменателю 9, будет 15 девятых. Не А и не Б. Посмотрим вариант С. 12 минус 1 разделить на 9. 11 девятых нет. Вариант Д. 16 минус 1 разделить на 9. 15 девятых. Да, верно. Ответ Д. 16-е задание. Логарифмы. Первым делом обращаем внимание на основание. Здесь 3. Здесь 16. Применим метод замены оснований. Логарифм. 36 по основанию 4. Мы разделим на логарифм. 16 по основанию 4. 16-е это 4 в квадрате. То есть логарифм. 16 по основанию 4 – это 2. Логарифм. 36 по основанию 4. Можем представить в виде суммы логарифм. Так как 36 – это 9 умножить на 4. Далее. Логарифм 4 по основанию 4 – это 1. Здесь 9 представим как 3 в квадрате. Тогда степень 2 перенесем в умножитель. Числители. Теперь 2 умножить на логарифм 3 по основанию 4 плюс 1. Знаменатель 2. Нам дано, что а равен логарифм 4 по основанию 3. А если поменяем местами 4 и 3, то логарифм 3 по основанию 4 будет 1 разделить на а. Подставлю. 2 умножить на 1 разделить на а плюс 1. Делить на 2. То есть 2 делить на 1 плюс 1 разделить на 2. Далее решаем. 2 плюс а делить на а умножить на 1 вторую. Получится 2 плюс а делить на 2а. Вариант ответа – С. 17 задание определенный интеграл знаменателя ln3. Мы можем пока вынести за пределы интеграла, как 1 разделить на ln3. Тут ошибка, затем исправит преподаватель. Далее применим метод замены переменной. Пусть х минус 3 равен у. Тогда dx равен до. Нужно будет поменять границы интервалов. А пока вместо dx подставим до вместо х минус 3 у. Границы пока не ставлю. ЛН – это lnU. Здесь будет 6 и 12. Вместо у напишу х минус 3, потому что 6 и 12 – это границы не для у, а для х. Мы могли бы поменять границы, но нет необходимости. Итак, ln х минус 3. Границы 12 и 6. И самый последний умножим на 1, деленное на ln3. Далее сначала подставлю 12 вместо х. 12 минус 3 – 9, то есть ln9 минус… Далее 6 подставлю вместо х. 6 минус 3 – 3, ln3 умножить на 1, деленное на ln3. ln9 минус ln3 – это ln9 третьих. То есть ln3 и ln3 сократятся и останется в ответе просто 1. Рент ответа – c. 18-е задание. Задание на математическую логику. Так, 1 треугольник минус 3. Подставляем 1 вместо а, минус 3 вместо b. 1 больше минус 3, то есть а больше b. Тогда решаем по первой формуле. 2 умножаем на 1, минус минус 3. 2 плюс 3 – 5. В скобках итого у нас получилось 5. Теперь найти 3, треугольник 5. То есть вместо а подставляем 3, вместо b – 5. 3 меньше 5, значит, применим вторую формулу. Минус 2 умножить на 3 на 5 будет минус 30. Вариант ответа – это е. 22-е задание. В данном задании х стремится к 0. Если подставим 0 вместо х, то получим неопределенность вида 0 на 0. Поэтому в таком случае нужно взять производную числителя и производную знаменателя. в числителе будет 2 умножить на е в степени 2х, минус 2 умножить на х, минус 1 штрих, умножить на 1. Знаменатели 2х. Если подставлю 0, в знаменателе будет 0. Числители теперь смотрим. И здесь получится 2 минус 2, опять-таки 0. То есть для 2 умножить на е в степени 2х, минус 2 умножить на х плюс 1, деленное на 2х снова будет неопределенность вида 0 на 0. И снова придется взять производную. Но сначала давайте 2 умножим на х плюс 1. Избавимся от скобок в числителе. И далее уже возьмем производную. Итак, будет 2 умножить на 2 умножить на е в степени 2х, минус 2 в знаменателе 2. Или в числителе 4 е в степени 2х, минус 2 разделить на 2. Теперь поставим 0 вместо х. Получится в результате 4 минус 2 разделить на 2. 2 разделить на 2. Один вариант от этого. Друзья, конечно, чтобы решить эту задачу, вы должны хорошо разбираться в теме производной, в теме лимиты. 21 задание. Как обычно в таких заданиях, я предлагаю привести десятичные дроби в вид обыкновенных дробей. А далее уже вынести из-под корней. Итак, здесь в числителе будет 5 разделить на 100 плюс 5 разделить на 10. В знаменателе 11 разделить на 10 минус 11 разделить на 100. Чтобы сложить, нужно привести к знаменателю 100. 55 сотых числителей в знаменателе также надо сделать. 110 минус 11 – это будет 99. 99 сотых – это знаменатель. 100 и 100 сократим. Останется 55,99 делится на 11. 5,9 будет ответ вариант С. 20 задание. Какой будет результат, если 40 разделим на 4 часть числа 1 и прибавим 10? Итак, 40 разделить на 4 часть числа 1. То есть 40 разделить на 1 четвертую плюс 10, прибавили 10. Здесь будет 40 умножить на 4 первых, то есть 160, плюс 10 – это 170. Вариант ответа Е. 19 задание. Пусть арксинус х равен альфа. Обратная функция. Тогда синус альфа равен х, так как поменяли местами альфу и х. То есть нам надо найти на самом деле косинус альфа. Начертим прямоугольный треугольник. Это прямой угол, это угол альфа. Синус – это отношение противолежащего катета гипотенузе. То есть этот катет х, а гипотенуза – это 1. Найдем второй катет, обозначим его А. х квадрат плюс а квадрат равно 1 в квадрате или 1. Тогда а квадрат равно 1 минус х квадрате. А будет равен корень квадратный из 1 минус х квадрат. Косинус – это отношение предлежащего катета гипотенузе. То есть корень квадратный из 1 минус х квадрат разделить на 1 или просто корень квадратный из 1 минус х квадрат. Вариант ответа Е. 14-е задание. Найти х. Есть такая формула. a-b в квадрате равен a плюс b в квадрате минус 4ab. Хорошо. х на месте а, 1 разделить на х на месте b. Подставлю. х-1 разделить на х в квадрате равен х плюс 1 разделить на х в квадрате минус 4 умножить на х умножить на 1 разделить на х. х плюс 1 разделить на х равен корень из 29. Это нам дано. Подставим. Корень из 29 в квадрате – это 29. Далее х и х сократятся, останется минус 4. Тогда х минус 1 разделить на х в квадрате равен 25. То есть х минус 1 разделить на х равен 5. Сложим эти два равенства. Найдем, что 2х равен 5 плюс корень из 29. Тогда х равен 5 плюс корень из 29 разделить на 2. Вариант ответа. 13 задание данной матрицы А и В – найти сумму их квадрата. А квадрат, то есть это А умножить на А. Напишу рядом матрицу А два раза. 1, 3, 2, 4. Еще раз. 1, 3, 2, 4. Теперь каждую строку умножаем на столбец. То есть 1, 2 умножаем. 1 умножить на 1, 1. 2 умножить на 3, 6. Далее 1 умножить на 2, 2. 2 умножить на 4, 8. Теперь вторую строку умножаем. То есть строку 3, 4. На столбце умножаем. 3 умножить на 1, 3. Плюс 4 умножить на 3, 12. Далее 3 умножить на 2 – 6, плюс 4 умножить на 4 – 16. Сложу. Это мы нашли А в квадрате. То есть 7, 10, 15, 22. Теперь найдем В квадрат. Запишу прямо рядом еще раз умножитель В в матрицу. Умножаю сначала первую строку минус 4, минус 3 на столбце. То есть будет минус 4 умножить на 4 – 16, плюс минус 3 умножить на минус 2 – 6. Далее минус 4 умножить на минус 3 – 12, плюс минус 3 умножить на минус 1 – 3. Теперь следующую строку умножаем. Минус 2, минус 1 умножаем на столбцы. Минус 2 умножить на минус 4 – 8, плюс минус 1 умножить на минус 2 – 2. Далее минус 2 умножить на минус 3 – 6, плюс минус 1 умножить на минус 1 – 1. Сложу. 22, 15, 10, 7. Это бы квадрат. Найти сумму надо, сложим 29 и уже видим, что ответ c. Если проверить все остальные, 10 плюс 15 – 25, 15 плюс 10 – 25, 2 плюс 7 – 29. 12-е задание. Снова интеграл. И опять применим метод замены переменной. Пусть синус х равен у. Возьмем производную тогда косинус х dx равен du. Тогда здесь у квадрат du. И я не буду пока менять границы интеграла. Решим интеграл. Это у в кубе разделить на 3. Подставлю вместо у синус х. Итак, синус квадрат синус куб х разделить на 3. Здесь пи делить на 6. Здесь верхний пи делить на 4. И справа давайте напишу таким образом. синус х в третьей степени. Теперь подставим. Пи разделить на 4 вместо х. Записали. Далее минус и поставим. Пи разделить на 6 вместо х. Записали. Считаем. Пи делить на 4 – это 45 градусов. Синус 45 градусов – это корень из них разделить на 2. Не забываем про степень 3. Взнаменательный 3. Далее пи разделить на 6 – это 30. Синус 30 – это 1 вторая. Третья степень разделить на 3. Итак, здесь будет 2 корень из 2 разделить на 8 из знаменателя 3. Здесь 1 восьмая разделить на 3. 3 – это 3 первых. Перевернем и умножим. И получим следующее. 2 корень из 2 разделить на 24 минус 1 разделить на 24. Взнаменательный инаковый. То есть 2 корень из 2 минус 1 делить на 24 будет ответ. Вариант D. Следующее задание 9. На данном графике показано количество сахара в растворе. Скажем так, количество сахара в сладкой воде. Нужно найти процент сахара в данном растворе. Итак, дано, что раствора всего 72 единицы. Сахар в нем содержится 18 единиц. За 100% мы берем количество раствора, то есть 72. А 18 – это четвертая часть от 72, верно? Тогда 100 мы разделим на 4. 25%. 25% сахара содержится в данном растворе. Вариант 5 – это D. 23-е задание функции. Сложенная функция. F от G от X. Равен 7. Подставим вместо G от X. 3X минус 5 разделить на 4. То есть F от 3X минус 5 разделить на 4 равен 7. Подставим вместо X функцию F от X. 3X минус 5 разделить на 4. То есть 4 умножить на 3X. Минус 5 деленное на 4 плюс 3. И делить все это на 4. И должно равняться 7. 4 и 4 сократим. 3X минус 5 плюс 3 делить на 4 равно 7. Тогда 3X минус 2 делить на 4 равно 7. 3X минус 2 будет равен 28. 3X минус 3х. 3X минус 3х равен 30. 3X минус 4 находится находится во второй четверти. Положительное значение. Значит, будет плюс косинус 10. Итак, косинус 10 разделить на косинус 10. Вариант ответа. Вариант ответа. Так как будет 1. Здесь смотрите, синус 15 на косинус 35 и наоборот, синус 35 как на косинус 15. Это синус 15 плюс 35, то есть синус 50 градусов. Знаменатели косинус 15 на косинус 25 минус синус 25 на синус 15. То есть здесь нам дано косинус 15 плюс 25, то есть косинус 40. 50 и 40 дополняют друг друга до 90 градусов, То есть синус 50 равен косинусу 40. И здесь тоже будет ответ 1. 26-е задание. Найти сумму возможных а при 3а плюс 4b равное 50. Перенесу 3а в правую часть. 4b равно 50 минус 3а. Если а равен 1, то 50 минус 3, 47. 47 не кратно, 4 не подходит. Пусть а равен 2. 50 минус 6, 44. 44 делим на 4. В тогда 11. Дальше пусть а равен 3. 50 минус 9, 41. Нет, не кратно, 4. Дальше пусть а будет 4. 50 минус 12, 38. Нет, не кратно. Дальше смотрим а, если 5. 50 минус 15, 35. Опять не кратно. Пусть а будет 6. 50 минус 18, 32. Да, кратно. b тогда равен 8. Смотрите, 2, затем 6. То есть разница 4. И следующее а будет равно 10. В таком случае b равен 5. Далее а равен 14. b будет равен 2. А если следующее мы посмотрим. Если а 18 возьмем, то уже 3 умножить на 18, 54. Уже больше 50. Значит, значения а – это 2, 6, 10 и 14. И нам нужно найти их сумму. Сложим. Получится 32. Вариант ответа – е. Следующее задание. Мяч при сбрасывании с высоты ударяется о землю и снова подскакивает на 1 третью от предыдущей высоты. При следующем ударе о землю снова подскакивает на 1 третью от предыдущей высоты. И так далее. Например. Бросили с высоты 180 метров. Затем подпрыгнул на 1 третью, то есть на 60 метров. И спрашивается, на какую высоту подскочит мяч на 5 раз. Хорошо. Первый раз на 60. Тогда во второй раз 60 умножить на 1 третью. То есть 20 будет. Далее 20 умножаем на 1 третью. То есть 20 третьих. Это будет в третий раз. В 4-й 20 третьих умножить на 1 третью. И в 5-й 20 третьих умножить на 1 третью, умножить на 1 третью. 20-й 20 седьмых. На эту высоту в 5-й раз. Вариант ответа D. 28-е задание. Какая будет разница между высотами подскоков в 6-й и 7-й разы? Итак, 20-й 20 седьмых было в 5-й раз. В 6-й раз будет 20-й 20 седьмых умножить на 1 третью. То есть это 20-й 81-й. А в 7-й раз 20-й 81 умножить на 1 третью. Это будет 20-й 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 40 третьих. Нужно вычесть 20-й 81-ых. Из 20-й 81-ых вычесть нужно 20-й 20-й 40 третьих. Уравняю знаменатели. 60-й 20-й 20-й 40 третьих. Минус 20-й 20-й 40 третьих. Получим 40-й 20-й 40 третьих. Вариант ответа E. В этом видео это было последнее задание. Продолжение следует.